Весь католический мир сегодня отмечает один из важнейших христианских праздников – Рождество Христово. Праздничные богослужения в нашей стране начались еще накануне поздно вечером. Центральная месса католической конфессии прошла в Ракове. В костеле Божьей Матери Руженцова и Святого Доминика, которым вот уже 110 лет, службу возглавил митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Ну а за несколько часов до этого мы встретились с владыкой в Минске и говорили все о тех же трагических событиях в Европе, молитве и даже рождественских скидках. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут. Что вы думаете об этом в свете последних событий в Берлине, в свете последних событий в Турции с расстрелянным российским послом? Вы вспоминали вот эту фразу? Да, к этим событиям, которые вы упомянули, можно добавить еще, конечно, много-много других, потому что, кажется, Восток остается Востоком, Запад остается Западом. Может быть, мы как раз находимся в Беларуси, в такой стране, которая их как бы объединяет. Проблема другая. Проблема в том, что сегодня мы видим, что особенно процессы, которые происходят сегодня на Западе, беженцы, проблема беженцев, с которой Запад не может, ну никак справиться не может. Видно, что просто эта проблема переросла. А может быть, христианская наша европейская церковь должна тут более весомую роль сыграть? И могла бы ли она сыграть эту роль? Церковь играет эту роль. Церковь все время призывает к такому мирному житию людей разных национальностей, разных вероисповеданий. И эти вот молитвы, которые уже и Папа Иоанн Павел II начал, потом Бенедикт XVI продолжил, и Папа Франциск в Асизе, которые собирают представителей не только христианской конфессии, но представителей мировых религий, и все о том же молятся. Несколько дней назад я тоже так предложил здесь, чтобы в Минске, может быть, провести такую молитву. Православные, католики, протестанты, мусульмане, иудеи. Даже, могу сказать, место, где, как мне кажется, может, другое искусство, площади Победы, например, очень символично было бы. Очень удобное место. Очень удобное место, да. Понимаете, очень хорошо вот эти вот разные конференции. Организация Объединенных Наций возникла на обломках Второй мировой войны. И первая цель это было сохранение мира. Так может, нам нужна новая организация? Новая организация, которая способствовала бы миру? Потому что Организация Объединенных Наций, мне кажется, не совсем сегодня отвечает тем вызовам времени, вызовам нового времени. Не тем вызовам времени отвечает так же, как нам кажется, с церковной точки зрения и Евросоюз. Ведь Евросоюз строился, отцы, основатели Евросоюза, что в основу ставили? Евангелие. Ценности христианские ставили. А сегодня тот же самый Евросоюз, даже во вступлении к основному документу Евросоюза, упоминания о Боге нет. Христианская Европа, да нет, мы кресты снимем. Да нет, елки тоже не будет, потому что это, ну скажем так, задевает чувства верующих других религий. Ну как задевает чувства верующих религий? Я приду в ваш дом, неужели я скажу, ну слушайте, на это мне не нравится, подвиньте там что-то. Елку. Да, елку. Ну нет, даже там елки, если нет, что-то другое. Ну нет, ну почему вот это? Почему эта икона висит у вас вот? Я католик, а вы православный. Ну почему она там висит? Ну это... Но в Беларуси ни у кого таких вопросов не возникает. Вот и дело. И даже если друг к другу ходят нехристиане. Да, да, нет. Вот поэтому я и говорю, что вот так вот Беларусь могла бы, может быть, тоже дальше стать такой площадкой. Да, мы знаем, что большую роль Беларусь сыграла в урегулировании украинской проблемы, скажем, конфликт на Украине. Он еще далеко до полного решения этого вопроса. Но шаг был сделан. Шаг сделан. Именно сделан был в Минске. И как бы там не было, как бы там сложности, какие бы там сложности не были, все-таки эта группа по урегулированию встречается именно в Минске. И уже не первый год встречается. И, кстати, на Рождество решено прекращение огня. Изменилось ли содержание вашей молитвы, ну, я не знаю, предположим, за последние 10, за последние 20 лет? За что вы молитесь сейчас? За что вы молились раньше? Каждая молитва – это, прежде всего, прославление Бога. И об этом мы должны помнить. Но есть вызовы времени. Есть вопросы, на которые мне нужно отвечать. Да, конечно, в советские времена мы, прославляя Бога, мы молились также о свободе вероисповедания. Мы ее получили. Но мы сегодня видим новые вызовы, которые приходят. За что вы будете молиться сегодня, в День Рождества? В День Рождества? Ну, прежде всего, чтобы в нашем обществе и во всем мире, и в той же самой Европе, прежде всего, господствовал мир. Если не будет мира в сердце, если я не буду в каждом человеке, независимо от того, какая его национальность, какой его язык, какое его вероисповедание, видеть брата и сестру, будет далеко до мира. И то, что мы сегодня видим в Европе. Я вот как-то год назад встречался, я православный, встречался с нашим известным священником, настоятелем известного Минского храма Федором Поуном. Он мне сказал, что он молится даже во время прыжка с парашютом. У него увлечение такое. Да, я знаю. А вы в каких ситуациях молитесь? Я знаю, вот вы в футбол играете в качестве полузащитника, в Лиде даже в прошлом году. В эти моменты вы молитесь или вы думаете о голевой передаче? Я молюсь, когда выхожу на площадку. Знаете, в футбол играет достаточно сложно, может быть, молиться. Потому что момент все время меняется. Когда я выхожу на площадку, да, я молюсь. Но когда я еду велосипедом, это проще. Это проще. Но сейчас Федор, он там несколько секунд находится. Полет сейчас в свободном. Какое-то время есть, конечно. Но тем более это непростой вид спорта, непростое увлечение. Сегодня Рождество. И идешь по городу, и везде слово Рождество, или вернее вот этот корень Рождества, можно встретить совершенно в неожиданных смыслах. Рождественские распродажи, рождественская вечеринка, рождественская тусовка. Все, что угодно. Как вы к этому относитесь? Не помню, в прошлом году, позапрошлом, вот перед Рождеством, может, недели две, так вот, я в Лондоне нахожусь. Ну, и там со священником мы не едем вечером. Ну, и смотрю, такая огромная такая надпись, такая стрелка даже. Вот, destination Christmas, направление Рождества. Такой Лондон, космополитический город, мегаполис. Ну, и пошли по стрелке. Да, и пошли по стрелке. Это огромнейший торговый дом. Значит, вот, то же самое уже у нас проявляется. Вот Рождество-то вот сегодня, а уже реклама, торговая реклама, коммерческая реклама, уже месяц тому назад началась. И, может быть, еще больше. Это, конечно, очень плохо. Это то, что немцы называют коммерческое Рождество, которое врывается в нашу жизнь. Мы озабочены всем. Ёлку надо, надо, да, надо. Подарки надо, да, надо детям. Но, кроме этого, больше ничего нету. Только об этом думаем. Шоппинг, шоппинг, шоппинг. Вот, сегодня... Потому что рождественские скидки. Да, потому что рождество пить дешевле. Да, рождественские скидки, это тоже хорошо. Но это все хорошо, никто об этом не говорит. Но это не должно стать приоритетом. Это не должно быть на первом месте. Сегодня светлый праздник Рождества у католиков. Я, как православный, буду отмечать праздник через две недели. В Беларуси соседствуют с нами представители других религий, мусульмане. Что вы пожелаете в этот светлый праздник всем, не только католикам? Всем, кто вот на этой земле. Ну, в первую очередь, хотел бы поздравить своих единоверцев, католиков, тех, кто сегодня празднует вместе с нами это торжество. Поздравить также православных, в том числе и вас. Также хочу поздравить всех людей доброй воли. Верующих и неверующих. Христиан и нехристиан. Тем более, что в Беларуси этот праздник является государственным праздником. И пожелать всем вот этого мира. Прежде всего, вот этого духовного мира, который Господь принес на нашу землю. И который нам удалось сохранить. И который на нашей земле нам удалось сохранить, чтобы этот мир укреплялся. Чтобы мы все были вот этим страной мира. Чтобы кто приедет сюда, чтобы кто знает о нашей стране, мог просто сказать, здесь люди разных конфессий, разных вероисповеданий умеют жить в мире. Спасибо. Беларуси. Субтитры подогали. Спасибо. Ураги.